Ирина Хакамада, вице-спикер Государственной Думы. Пожалуйста. Ирина, вот мы уже слышали от уважаемого гостя, адвоката, о вашей карьере, о вашей жизни. Ну вот тогда вам прямо наводящий вопрос. Потому что все равно вы будете на него отвечать. Вы ощущали дискриминацию на себе во время всей своей карьеры? Ну естественно. Значит, вопрос серьезный. И на все попытки Владимира Вольфовича превратить все в цирк. Да я не превращаю в цирк, только потому что я превращаю. Я предлагаю Владимиру Вольфовичу... Я лишаю вас слова, Владимир Вольфович, я вас лишаю слова, пока не закончу я. Я лишаю вас слова сегодня, потому что так даже невозможно. Значит, я хочу... У меня есть несколько замечаний. А что, не соблажай? Записывай. Замечания. Замечания не ее. Ей подсказали консультанты-мужчины. Владимир Вольфович. Надо предлагать позиции. Владимир Вольфович. Живот просто вызывает смех, когда их учат консультанты-мужчины. И они доказывают, что нужно защищать жизнь. Владимир Вольфович. Пусть какая выкрутить запись? Ну хватит, хватит. Владимир Вольфович, вы демонтируете самый плохой тип женского поведения. Остановите. Значит, у меня несколько замечаний и одно серьезное предложение. Значит, первое замечание по поводу вашего высказывания. По поводу подсознательного, что у женщины в подсознании здоровый секс. Ну и слава Богу, что у женщины он в подсознании. Потому что у мужчин его нет нигде. Ни в подсознании, ни в подсознании. В результате приходится с утра до вечера говорить своим дуревшим подросткам, что не надо курить наркотики, нужно использовать презерватив. Владимир Вольфович, вы про секс хотите говорить? Нет, вот она тут же по поводу спокойно, по поводу не перебивайте меня. Значит, вы слабый человек. Если вы не даете говорить женщине, значит, вы ее боитесь. Но вы только что оскорбили все мужчине. Слышишь как? Ну, они отрадутся. Кажется, у вас сознание, у нас вообще ничего нет. Обиделся, обиделся, значит, комплексует. Значит, по поводу Богову, по поводу Богову, Богова. В детском саду оценочки тоже. Знаете, женщина отличается от мужчины, что ей хотя бы хватает ума не оценивать мужчину по длине его ног. Да. Поэтому вам до Бога так далеко, что вы даже и не пытаетесь. Понимаете, лучше Библию перечитать. С такой юбкой вообще ничего нельзя. Теперь по поводу, что поможет, да? Что вроде всего этого Стёба Бесконечного поможет. Вот чего нет ни в одном парламенте мира. Я задам только один вопрос. Нет, нет, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, вы сказали, что все войны ведут мужчин. Ну, Владимир Владимирович, хватит. Маргарет Тэтчер, Индира Ганди, Голда Мэйр, Екатерина Вторая. Женщины вели войны. Женщины больше войн вели, чем мужчины. Потому что перед ними были такие, как вы. Нет, историческая справка, чтобы не говорить так. Давай. Нормально, нормально. Смотри, ну, тут почему они флопают? Вот такая семья в России. Зачем к шахматам обращать? Владимир Владимирович, никогда в жизни. Он не пойдёт. Он не пойдёт. А вот меня спросили, может быть, тоже такой мужчина. Вы это хотите, но он не хочет. Поэтому у нас на 10 миллионов меньше. А вы всё ещё живёте, живёте. Живёте. Вы так не доживёте тоже. Вы не поможете. И пенсии вас лишили. Вы не будете получать. Вот, Владимир Владимирович, я всё думаю. Как с вами обращаться? И считаю только шутя. Потому что серьёзно нельзя относиться. Ну, конечно. Никто поэтому законы даже не рассматривает. Там мне логика мешает. Вам нужно дать передачу в пользу женщин. В России это не пройдёт. И передача ломается. И он уже меня обидит. Будьте, я плохой. А они хорошие. Изменится. Прикатай. Вам нужен заказ для Запада. В России будут такие же права у женщин. Не будут. Будут. Не будут. Западное общество быстрее погибнет. Это российская справка. Мне нужно сделать... Россия выживет тогда, когда она станет гармоничной страной. Она никогда не станет гармоничной. Пожалуйста. Никогда. Мы это высказали.